Чита этой зимой похожа на город-призрак. Дома, машины, люди, все словно утонуло в мутной серо-белой шапке. Пока горожане задыхаются от смога, в лаборатории мониторинга атмосферного воздуха кипит работа. Аэрохимики проверяют воздух на наличие вредных веществ. Порадовать нечем, мы дышим опасным коктейлем, состоящим из щедрой порции бензопирена и фенола. Кстати, бензопирен был испытан на обезьянах, и этот опыт доказал, вещество может поступать через кожу, органы дыхания и пищеварительный тракт. При всех этих способах воздействия у подопытных животных возникали злокачественные опухоли. Фенол – это второе, наверное, загрязняющее вещество после бензопирена. У нас в декабре содержание фенола в воздухе было высоким. Примерно 50% концентрации от общего количества, они превысили предельно допустимую концентрацию. Аэрохимики главной причиной такой опасной для жизни смеси считают продукты неполного сгорания, а точнее – угля. Это предприятие топливно-энергетического комплекса в основном, это от ЭЦ у нас, но несколько заводов. В основном загрязнение идет от мелких котельных, которые не организованы, выбросы. А потом у нас же еще очень много частного сектора, а топится зимой от уголь же в основном используют, как наиболее дешевое средство отопления. Дышится четинцам непросто, и конечной точкой зимней прогулки становится кабинет врача. Пульмонолог Сергей Лукьянов уже несколько лет открыто заявляет – жить в Чите небезопасно. Пациенты с легочными заболеваниями в больницу поступают ежедневно. Проблема в самом смоге, который мы видим, вот эта загазованность. Но есть частицы, которые мы не видим. Это мелкие частицы, 2,5 микрометра, они в 10 раз торже человеческого волоса. Мы просто их не видим, но вот эти респирабельные фракции, они попадают внутрь наших легких с дыханием. И у них как раз такой размер, что мы их можем вдохнуть, но обратно они уже выйти не могут. И вот эти частицы, они осаждаются на ресничках, на эпителии бронхиального дерева. При длительном воздействии это приводит к возникновению бронхита, эмфиземы легких, то есть хроническое воспаление. Но если у человека в этот момент, когда он переживает смог, он простужается, у него возникает респираторная вирусная инфекция, у него активизируются его бактерии, его флора, которая живет, допустим, у него во рту, у этого человека, там в ротоглотке. И она спускается вниз, возникает тяжелая инфекция, это инфекция дыхательных путей, пневмонии. И вот этих пациентов у нас много, у нас 4 реанимации, в первой городской больнице в каждой реанимации у нас лежат пациенты подобного рода. Эксперты Общероссийского народного фронта провели накануне рабочую встречу по проблеме Читинского смога. Общественники озвучили предложения, которые помогут изменить ситуацию. По их мнению, Забайкалью нужны субсидии для стимулирования автомобилистов и домовладельцев по переходу на газ. А пока совет для читинцев только один – вести себя, как на рентгене, вдохнуть и не дышать.